Вопросы у нас так страны Говорят не об этом Тобры рассвет, чтобы путь слуха И загады, чтобы мечтать Оно тебе 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 Здорово пацаны, с вами как всегда Ричардс И сегодня научимся сделать атмосферные ремиксы с приятным резбасом и качественным сведением Также в этом уроке расскажу кучу уникальных фишек, о которых ты точно не знал Давайте они будем затягивать и начнем делать И для сегодняшнего ремикса я выбрал трек от Макса Коржа под названием Тепло Давайте его послушаем Этот трек уже изначально имеет своеобразную атмосферу, поэтому это то, что нам нужно Ну и в первую очередь давайте выставим оригинальный BPM Он равен 90, поэтому Выставляем в этой крутилке значение 90 Теперь мы можем его немного модернизировать И поменять припевы местами Так будет звучать необычно и разнообразно Я вырежу вот этот припев и поставлю его В самое начало, далее тыкаем по нему Два раза и играемся с крутилкой Pitch На свой вкус, она сделает трек атмосфернее И чуток грубее, ну а я опущу ее на 1 полутон, то есть на 100 Теперь давайте добавим сюда немного уникальности И покажу одну необычную фишку Как это очень просто сделать Опять два раза тыкаем на оригинальный трек Далее во вкладке мод выбираем параметр Stretch Pro И делаем автоматизацию вот на этот ползунок Теперь при помощи этой полоски мы можем Ускорять и замедлять наш трек И при этом он не будет смещаться по сетке Тыкаем по нему абсолютно рандомно И выставляем точки в разных местах Ну что у меня получились два вот таких отрезка И я их использовал только перед дропом Ну а теперь давайте послушаем как звучит этот эффект Тут же мудрец задает вопрос Что же не хватает вам у вас еще Ну это не проблема Нам будет бардак Люди бредят не хотят работать как Так на этот вопрос Я думаю что получилось максимально необычно И эта фишечка придает какую-то атмосферу Ну а теперь давайте его обработаем Перекидываем на микшер и начинаем обработку Ну и для обработки оригинального трека Я использовал кучу необычных плагинов Которые помогут создать атмосферу для нашего ремикса В первую очередь я добавился плагин Под названием Valhalla Shima Это мой любимый плагин для атмосферы Он сделал наш трек приятней и объемней Далее у нас идет кристаллайзер от Sound Toys Он создает необычные фоновые искажения Которые круто вписываются в ремикс Затем добавил стандартный третий дилей Ну и в заключении срезал все низкие частоты При помощи эквалайзера Также в моментах убрал какие-то диссонансы Теперь давайте расставлять драм партию И начнем с кика Ну а кик и все остальные звуки из этого урока Я буду брать из своего нового драм кита 3.0 В нем находится 6 популярных стилей для ремиксов И в каждом из них собраны лучшие звуки Для написания уникальных работ В общем количестве там собрано около 6000 Уникальных звуков и сэмплов Также буду использовать свой новый пак пресетов 3.0 он тоже продается Поэтому если вы заинтересовались То пишите в группу вконтакте Ссылка находится в описании к этому видео С этими наборами вы забудете о поиске новых звуков И сэмплов как минимум на 2 года Кстати сейчас на эти паки огромная скидка Поэтому успевай забрать Ну а в данном случае мы переходим в стиль вичхаус Потому что он очень близок к атмосферной стилистике Далее переходим в папку кик И подбираем здесь подходящий Я выбрал вот такой кик Перетаскиваем его на рабочее поле И выставляем по своему вкусу Вот такая партия кика у нас получилась И я думаю сделать кик чуть-чуть пожестче Чтобы он прям пробивал И для этого тыкаем по нему 2 раза И выкручиваем крутилку pitch на минимум Он становится немного длиннее и агрессивней Теперь сразу переходим к следующему инструменту И добавим сюда снейр Создаем для снейра первый паттерн И выставляем его на 4 квадрата Теперь начинаем подбирать снейр Можно взять сразу 2 или 3 Тут дело вкуса Я подобрал вот такой снейр Перекидываем его в channel rack И начинаем выставлять Выставляется он элементарно как в оригинальном треке На каждый третий такт Также для создания дополнительной атмосферы Рекомендуем использовать реверснутый клэп Перед снейром При помощи него звучание становится жирней и интересней Я добавлю буквально 2 клэпа И они станут разгоном для снейра Заходим в каждый и нажимаем вкладку реверс И теперь выставляем их перед каждым снейром Теперь переходим к хай хэту Для него создаем тоже новый паттерн Выставляем на 4 или 8 квадратов Затем подбираем атмосферный приятный хэт Я возьму вот такой Перекидываем его также в channel rack И начинаем выставлять Ставим одну большую ноту Выделяем ее И нажимаем на комбинацию клавиш alt плюс русская г У нас появляется чоппер И регулируем таймул по вашему усмотрению У меня получилась вот такая партия Здесь я не стал выделять хай хэт на первое место И поэтому он просто будет играть на фоне Единственное где его будет отчетливо слышно Это в начале Я сделал здесь вот такую перебежку Ну а теперь давайте послушаем что у нас получается Ну что я думаю звучит пока не очень интересно Но это нормально потому что мы сделали Всего лишь 30% ремикса Давайте перейдем к следующему инструменту а именно Копенхэту в этом стиле он очень Очень важен поэтому тщательно его подбираем Я возьму вот такой Создаем для него также отдельный паттерн И выставляем на 8 квадратов Ну и расставляется опенхэт исключительно на ваш слух Поэтому ставьте на свой вкус У меня получилась вот такая партия Я ее расставил на ADS Взял ноту пониже не просто так А чтобы опенхэт звучал грубо и атмосферно Ну что перейдем к самому интересному и горячему В этом ремиксе а именно к расстановке И подбору рис баса Его нужно тщательно подбирать с умом Потому что он забирает на себя 50% звучания ремикса Ну а в данном случае я хочу построить целую иерархию из баса Добавим сюда сначала низкий потом средний И в заключении высокие частоты И это будет максимально правильное решение С точки зрения сведения ремикса Низкие частоты возьмем из стандартного плагина 3x osc Здесь все крутилки выкручиваем в ноль И у нас получается саб бас с низкими частотами Теперь давайте добавим средние частоты И для этого закинем сюда серум Перехожу в свой пак пресетов И подбираю подходящий бас со средними частотами Я возьму под номером 32 Просто перетаскиваю его в серум И он загружается Затем добавил сюда синтезатор с сайлан И накрутил здесь вот такой рис бас Потом мне понравилось это занятие И я накрутил еще один Ну и в заключении также с помощью сайланда Я решил накрутить бас со средними частотами По итогу получилось целых 5 видов баса И благодаря этим махинациям бас получится Сбалансированным, жирным и приятным Кстати 3 последних пресета из сайланда Я добавлю в свой пак пресетов Поэтому вы также сможете ими воспользоваться Теперь все синтезаторы Перекидываем на одну и ту же дорожку в микшере Кроме саб баса Потому что его мы обработаем отдельно от остальных Для обработки саб баса мы используем Обычный эквалайзер где срезаем все ненужные частоты И оставляем только низкие Ну а для обработки остальных резбасов Мы используем стандартный реверп Он помогает нам создать объем и сделать бас помягче Ну и в заключении для атмосферного шипения Добавляем сюда стандартный плагин Fruity Fast Dist И давайте сразу же сделаем сайдчейн Для этого выберем любую дорожку на микшере Я вся беру десятую И подключаем к ней дорожки с басом и вокалом Чтобы это сделать нам нужно отключить от мастера И подключить к десятой дорожке Далее переходим на десятую дорожку И делаем автомейт вот на этот ползунок На рабочем поле у нас появляется вот такая полоска автомейта Мы ее сужаем на размер кика У меня получилось всего два квадратика Делаем в ней вот такую ямку А затем нарастающую горку Ну и по итогу выставляем этот отрезок на каждый удар кика Ну что с киком мы разобрались Теперь давайте сделаем сайдчейн на снейр Его редко кто делает Но это очень полезная штука для сведения Сделаем этот отрезок уникальным И сделаем вот такое легкое приглушение Похожее на галочку Теперь этот отрезок выставляем также на каждый снейр После всех этих манипуляций Давайте вернемся к басу И выставим его Также создаем новый паттерн И расставляем его на 8 квадратов Выставляем бас по оригинальным нотам Которые использовались в треке В данном случае оригинальные ноты это А, С, Ф и Е Но не будем забывать Что в самом начале мы опустили оригинальный трек На один полутон Поэтому и партия нот должна быть на одну ноту ниже Ну что у меня получилась вот такая партия баса И давайте ее послушаем Ну что партия баса звучит пока не очень И все это из-за того что мы не настроили мастер Давайте это быстренько исправим Переходим на мастер Ну и настройка мастера очень интересная Здесь я использовал озон 9 Отрегулировал низкие, средние и высокие частоты Далее добавил воздушности с помощью фреш эйр Затем накинул небольшой компрессии при помощи компрессора OTT Его работоспособность выкрутил на 7% Далее совсем немного для буста накинулся с аунгу дизера Ну и в заключении для атмосферного шума Добавился фаз дист Ну а теперь давайте послушаем как звучит до мастеринга и после Я думаю что разница очевидна и звучать стало намного лучше Кстати данный пресет мастера добавлю в свой пак пресетов Поэтому пользуйтесь Ну а мы переходим к заключительной части нашего проекта А именно к атмосфере и мелодии Мелодию в этом ремиксе я добавлю во втором дропе Чтобы это звучало неожиданно и приятно для слушателя Для начала продублируем дроп Далее расставляем новый паттерн на 8 квадратов Ну а сам лид я решил накрутить с полного нуля в синтезаторе Silent У меня получился вот такой лид Давайте его послушаем Мне кажется он звучит максимально ярко и атмосферно Расставляем ноты лида на свой слух Ну а если не получается то используйте ноты баса У меня получилась вот такая партия лида Но перед тем как мы ее послушаем Давайте его быстренько обработаем Перекидываем на любую дорожку в микшере и начинаем обработку И для атмосферной обработки лида я использовал плагин Zermal Он придал просто офигительное объемное звучание лида И его стало намного приятней слушать Далее я добавил кристаллайзер С точно такими же настройками как и у вокала Затем для атмосферы и объема накинул реверб Выкрутил его работоспособность на 71% Далее при помощи стандартного эквалайзера Убрал все ненужные частоты и оставил только самый сок Ну а теперь давайте послушаем что у нас по итогу получилось И как звучит эта партия лида Ну что вот в принципе и все Наш ремикс который пробирает до мурашек готов Здесь осталось добавить только эффекты, крэши и подобные мелочи Основная структура и сведения у нас готова Проект из этого урока я добавлю в свой пак пресетов Поэтому каждый из вас может посмотреть на него лично Ну а прежде чем мы послушаем конечный результат Я бы вам хотел напомнить Что совсем недавно я запустил свой курс по созданию треков и ремиксов с нуля На нем ты сможешь научиться создавать ремиксы даже если ты полный ноль Также на него есть гарантия на 100% результат или же возврат денег Более подробно о нем ты сможешь узнать в моей группе вконтакте в товарах Также обязательно подписывайся на канал Здесь будет много интересного Не забудь поставить лайк Ну и конечно же написать в комментариях На какую тему мне снять следующий урок Также не забываем подписываться на группу вконтакте Там я бесплатно раздаю проекты ремиксов и фонд треков Ну а на этой прекрасной ноте мы вынуждены заканчивать С вами был как всегда Ричардс Давайте послушаем что получилось И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok